Добрый день! Уважаемые наши гости шоурума Высшей школы журналистики и медиа-коммуникации. Как здесь в зале, так и в онлайн во время трансляции. Сегодня у нас в гостях Андрей Владимирович Северилов, акционер и председатель совета директоров транспортной компании группы Феско. Ваши аплодисменты. Я, наверное, начну с самой свежей новости. Сегодня транспортная группа Феско и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Буквально пару часов назад на полях Казань-форума и уже сейчас Андрей Владимирович готов вам рассказать вообще о транспортной группе Феско и тема лекции на экране вывоза контейнерной логистики, вызовы контейнерной логистики в новых условиях. Андрей Владимирович, пожалуйста, вам слово. Да, коллеги, большое спасибо. Ясго Таулович, большое спасибо, что в этот чудесный, хотел сказать, летний день вы находитесь здесь, а не на улице, где с удовольствием, наверное, каждый из вас очутился. Тем не менее, буквально минут в 30 я хотел бы рассказать прежде всего о том, что такое группа Феско, что такое логистика в целом и о чем мы договорились с вашим уважаемым ректором и с коллегами, и что мы хотели бы предложить для тех из вас, которые хотели бы в дальнейшем вашу жизнь связать с, наверное, сейчас наиболее значимым направлением в жизни государства и в целом в мире, это логистика. Тут у нас все очень сложно будет представлено. Значит, дальневосточное морское проходство – одна из старейших компаний в Российской Федерации. Нам в этом году 143 года. Старше нас только Сбербанк. И мы являемся крупнейшей транспортной компанией в России. Мы оперируем всеми видами транспорта, которые в настоящее время существуют. У нас крупнейший в России морской торговый флот. Мы в этом году вошли в топ-30 морских перевозчиков мира. Мы обладаем портом, владеем портом Владивосток. Собственно, наше окно на восток. Мы оперируем терминалами морскими на станции АКОЕ в Турции, в Новороссийске, в Санкт-Петербурге. У нас крупнейший в России парк контейнеров. Это, собственно, тот инструмент, который позволяет перевозить все эти виды грузов, прежде всего, потребительских, которые вы используете в своей жизни. И, кроме этого, есть масса других интересных направлений, структурных подразделений, которые, по сути, покрывают абсолютно все. У нас есть направление ФСКР. То есть мы пока еще не обладаем собственным авиационным парком, но мы работаем, например, с плеченным парком, доставляем экспресс-грузы. У нас крупнейшая в России компания, оперирующая рефрижераторными контейнерами. Это необходимо для доставки сельхозпродукции из России на экспорт, прежде всего, в страны азиатские. На этом слайде представлена типовая схема интермодальной логистики. Когда мы говорим об мультимодале или об интермодале, мы должны понимать, что сейчас логистика – это достаточно сложная наука. Ее никак нельзя назвать иначе. Потому что нам кажется с вами, что пойти купить что-то в магазин – это проще простого. А сейчас можно сделать еще проще. Можно кликнуть у себя в айфоне в программе, и тебе еще и привезут. То есть надо заниматься. Но нужно понимать, что за каждым вот этим действием, за каждой доставкой стоит огромная работа людей, которые сутками занимаются тем, что организовывают доставку грузов в импорты и в экспорте из самых различных локаций, из самых уникальных, удивительных локаций. Не только грузов потребительских. Я не так давно тоже давал интервью на радио «Максима». Спросили, что вы доставляли самого необычного. Мы привели пример. У нас был в Москве какой-то городской фестиваль. Мы доставляли на него мамонтенка из Камчатки, из Магадана. В размороженном виде в рев-контейнере. Поэтому контейнеризируется, доставляется абсолютно все. И для того, чтобы понять, как это делать, для того, чтобы разобраться с тонкостями, для того, чтобы организовать новые сложные цепочки, особенно в мире, когда, как сейчас, все меняется каждый день. Когда одна страна сегодня наш друг, другая наш враг, потом все происходит наоборот, то, конечно, в этом постоянном изменяющемся мире необходимо и наиболее важно опираться на людей, которые могут очень быстро подстраиваться, понимать, как действовать, и выбирать наиболее оптимальные маршруты. Поэтому я сегодня вашему руководящему составу рассказывал, что наша компания, как крупнейшая транспортная компания в стране, мы уже ведем программы образовательные в профильных университетах. В Владивостоке мы работаем с морским государством университета Неверескова. В Питере мы ведем магистрские программы в Макаровке. Но эти два вуза занимаются выращиванием кадров для, прежде всего, кораблей, плавсостава и для нашей портовой терминальной деятельности. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы вырастить класс логистов, классных логистов, первоклассных логистов для иных видов наших направлений. И проанализировав, посмотрев на различные вузы в России, мы остановились на Казанском университете, потому что, действительно, вуз номер один, крупнейший, старейший, полностью отвечающий всем тем требованиям и вызовам времени, могущий подготовить наиболее способные кадры. И сегодня как раз с вашим ректором мы договорились о формировании магистрской программы. Мы хотим создать отдельное направление логистическое, которое, еще раз, будет растить первоклассных специалистов в области транспорта. Мы предлагаем со своей стороны, прежде всего, очень комфортные условия для обучающихся на направлении, для лучших из лучших. Безусловно, будут предоставлены особые гранты для лиц, у которых есть сложности с личными вопросами. Мы все вопросы точно сможем решить в очень комфортных условиях. И самое главное, мы, как компания, обладающая всеми, еще раз, инструкторными направлениями, и собственными портами, и кораблями, и терминалами, и дорожной станцией, мы готовы обеспечить пребывание на практике в период обучения в этих местах. Так, чтобы каждый из вас, из тех, кто примет решение работать и учиться с нами на этих, на наших магических программах, мог выйти не просто человеком, который что-то слышал, который прочитал в учебнике, который что-то представляет немного о том, что что-то можно доставить, а видел уже к моменту выпуска и сделал это своими руками. И наше понимание, что мы, как лучшая, крупнейшая транспортная компания, точно должны собирать в себе только лучших из специалистов. Поэтому будем надеяться, что именно ваш ВУЗ даст нам тех людей, с которыми нам дальше работать. Еще раз, компании 143 года, здесь я вам, коллегам рассказывал, уже там многих из нас не будет, а компания будет существовать. Это очевидно. Поэтому мы очень рассчитываем на вас. Давайте так коротко пройдемся. Ну, это вот здесь как раз про сервисы. Про географию поставок. Это очень интересный слайд. Очень интересный слайд. Потому что Россия обладает уникальным географическим положением, невероятным, который доставляет нам возможности даже вот в сложном, политически сложном мире, то, что сейчас происходит, одни страны нас ограничивают, другие нам рады. Мы в силу своего положения уже сами по себе созданы таким образом, что мы не можем быть ограничены. И у нас есть масса, то есть закрываются одни ворота, открываются другие. Всем, например, сейчас, наверное, каждый раз слышал о том, что экономика разворачивается на восток. Каждый, каждый или читает газеты, или смотрит в интернете. Это не слова. Это на самом деле так. Потому что если все предыдущие годы, десятилетия, вся российская экономика смотрела прежде всего на Запад, мы работали, то есть ключевыми портами были порт Санкт-Петербург, Новороссийский. То есть мы, по сути, весь товар, весь наш груз брали в Европе. И все наше сырье, продукты низкого передела отправляли в Европу или в западные страны. То сейчас, с учетом новых ограничений, нам пришлось достаточно оперативно, начиная с февраля прошлого года, переориентироваться. И чтобы вы понимали, эта работа оказалась успешной. Она сложная. Мы все коллеги, причем не только наши компании, а и все коллеги по цеху, на протяжении месяцев переворачивали все логистические цепочки. Мы создавали новые направления, филиалы, искали людей, партнеров. Хорошо, что были отношения с Китаем. Например, практически Россия не работала с Вьетнамом. Я для себя сам открыл удивительное, что оказалось, что Вьетнам является одной из крупнейших индустриальных стран. То есть там серьезное машиностроение, там страна, о которой мы думаем, что там люди ходят в рисовых шапках на голове, а это не так. То есть там действительно есть куда развиваться, есть интерес и к нашим товарам, и наоборот, у нас есть потребности в товарах, производимых в Вьетнаме. Индонезия, Малайзия. В Вьетнам мы поставили в том году вначале одно судно из Владивостока, потом через два месяца второе. Сейчас уже стоит три огромных контейнеровоза, и мы продолжаем наращивать вместимость. В этом году запустили новые сервисы. Только что поставили новый сервис в Тайвань. Запустили Малайзию, Индонезию, Таиланд. Даже такие экзотические страны, как Мьянма, и там мы теперь уже представлены. В марте месяце мы запустили так называемый Deep Sea, глубокое море сервис. Первый еще до революционных времен направление, когда мы напрямую везем грузы из китайских портов по Индийскому океану через Суэцкий залив в обход стран Европы и не заходя в их порты, везем в порт Санкт-Петербурга. Потому что, опять же, это к разговору о том, для чего нужны логисты. Потому что именно логисты просчитывают, что дешевле, что быстрее. Иногда более значимое и более важное значение имеет срок, иногда цена, иногда по-другому никак нельзя довезти, кроме как-то морским транспортом или только на грузовых повозках. То есть в этом заключается умение логиста любой запрос отработать и найти максимально комфортное для клиента, для страны, для рынка решений. Поэтому, еще раз, мы должны понимать, что те из вас, кто свяжется, кто примет решение работать в транспортной отрасли, тот из вас, очевидно, точно будет обеспечен работой на всю жизнь, потому что торговые цепи будут существовать всегда. Они всегда будут происходить перемещение товаров, всегда будет происходить различная релокация производства, релокация интересов. И в этом смысле вы всегда будете обеспечены работой. А те из вас, кто будут работать на совесть, те точно абсолютно будут обеспечены не только просто работой, а высококлассной и высокоинтересной работой. Работы, связанные, например, в том числе и с международными расчетами или работой, связанной с международными отношениями. У нас только в Китае 15 собственных офисов. В каждой стране, где мы участвуем, при присутствии, есть офисы. Это все фантастические, интересные действия. Я думаю, что какие-то более глубокие погружения. Еще раз, что такое контейнер-логистика, что такое балкерная доставка. Ну, то есть, очень много разных терминов, слов, которые те из вас, кто не примет решение связать себя с транспортом, для тех это будет просто как словесный мусор. Но в целом, те, еще раз, кто примут решение остаться с нами, я думаю, что мы точно сможем показать мир интереса с другой стороны. Приходите на наш курс и давайте учиться и работать в дальнейшем вместе с нами. Спасибо. Аплодисменты. Сейчас есть возможность задать вопросы. Если они у кого-то появились, пожалуйста, поднимайте руку. Мы передадим вам микрофон и все вопросы только в микрофон. Пока вы раздумываете, у меня появился вопрос, Андрей Владимирович, даже два, если позволите. Первый, понятно, появится программа, на ней будут учиться, ну, может быть, бакалавры, которые сегодня тоже в зале есть, да, в магистратуре. А вот ребята, кто уже на магистратуре, например, у нас здесь сегодня Институт управления экономики и финансов, кто вот вас сегодня послушал и решил, интересно, хочу узнать и хочу помочь, что делать, куда писать, как звонить, куда идти ногами, расскажите. Самое простое, мы сейчас вместе с администрацией республики создали центр контейнерной логистики. Опять же, просто будет интересно. Мы встречались с главой республики, он приезжал к нам в порт в сентябре месяца, мы показали, как порт работает, после этого запустили вместе с ним прямое контейнерное сообщение из Владивостока в Казань, и теперь еще раз, то есть, по сути, все контейнеры, все грузы, которые едут, они так и иначе едут с нами. Мы подарили республике судно, на Дальнем Востоке ходит контейнеровоз Феско Татарстан, вот, и вместе с ним, когда мы, он, как вы все знаете, человек, который старается глубоко разбираться в деталях, стали смотреть, а что вообще происходит на логистическом рынке в республике. Оказалось, очень банальная, но очень такая интересная, но замысловатая вещь. Грузы в республику, преимущественно из стран азиатского региона, заходят через Москву. То есть, весь груз идет в Москву, а там оттуда ставятся контейнеры, или там пересыпаются, если есть это балк, в машины, и везется обратно из Москвы, там, тысячи километров в Казань. Стали разбираться, почему. Оказалось, что это исторически сложилось. Ну вот, там, никто не думал, сложно представить, не догадывался, что можно просто все делать короче, можно сделать здесь терминалы, какая-то фантастическая история. Возможно, связанная с тем, что когда рынок формируется, там уже собрались правила игры, появились определенные игроки, и вот эту инерцию, ее очень сложно преодолеть. Собственно, господин Вениханов стукнул по столу и говорит, давайте-ка мы это все менять. созвали, было совещание с участием всех крупнейших компаний, республиканских компаний прежде всего, и договорились о том, что мы будем формировать как раз отдельный, переучивать логистов, которые работают в компаниях, давать новое понимание действительности. И для этих целей создали центр контейнер логистики, который уже существует, но уже там какие-то несколько первых курсов выпустил. По сути, это некий такой же аналог программы, просто это для постгрейд, для тех, кто уже работает, а работает в отрасли. А мы сейчас говорим скорее о том, чтобы как научить или переучить тех, кто еще и пока не работает в отрасли, если мы говорим примитивно к вашему университету. Вот, и отвечаю на ваш вопрос. Самое простое, любое заинтересованное лицо, мы можем специально для вас попросить наших коллег из ЦКЛ организовать какую-то программу, чтобы хотя бы уже коллеги, студенты могли, или там бакалары могли посмотреть, просто понять, мое, не мое, нравится, не нравится. Это мы все можем организовать, это небольшая проблема. И, безусловно, по рекомендации руководства ВУЗа, мы точно, уверенно можем сразу предлагать какие-то места в нашей компании. Поскольку мы сформировали, опять же, офис в Казани, для тех, кто готов или может сменить локацию на другие регионы, можем посмотреть другие места, что у нас офисы в Москве, в Новороссийске, в Новосибирске, в Екатеринбург, Косноярск, Санкт-Петербург, Владивосток, Томск, ну, то есть Хабаровск, это только, я называю только крупнейшие локации. Поэтому, скорее, от вас нужен просто интерес. Есть интерес, точно, и голова на плечах, точно можно будет что-то найти интересное для вас. Спасибо. И сразу второй вопрос от меня. Вот вы сказали, что транспортная логистика – это международные расчеты, международные отношения. И вот здесь, наверное, скорее за лайфхаком, за подсказкой, исходя из вашего опыта, да, в нынешнем мире, когда все очень быстро меняется, меняются партнеры, сегодня смотрят в глаза, а затем разворачиваются, вот как правильно вести диалог, самый сложный диалог, казалось бы, с партнером, с которым невозможно договориться? Вот за что цепляться? Может быть, за какие-то детали? Или, может, у вас есть там два предложения, которые переубеждают на разговор? Открытость. Нужно быть открытым. Все остальное – это там… Есть различные методы манипулятивного поведения, но это все не имеет, по большому счету, смысла, если мы говорим про какое-то налаживание длительного диалога, длительного партнерства. Мой личный опыт – ты открыт, к тебе открыт. А все попытки добиться чего-то, не ожидая что-то взамен, или не пытаясь давать, это все в итоге не придет ни к чему. К разговору, если мы еще раз говорим все-таки про Казань, сейчас Казань находится в очень интересном положении. Опять же, по разговору про меняющийся мир. Ушли, уходим быстрыми шагами от стран Запада. К счастью, к сожалению, непонятно, но тем не менее уходим. Китай для нас… Наш стратегический партнер, но с ними очень тяжело, даже если это открыт. Арабский мир. Арабский, Индия – это тот куст, который сейчас называется транспортный коридор север-юг, о нем очень много говорят. Опять же, я думаю, что каждый из вас, кто обладает руками, может в интернете посмотреть, что это такое. Сегодня весь Казань форум посвящен только транспортному коридору. Это новые маршруты, которые разрабатываются на межгосударственном уровне. Маршруты перемещения товаров из центральной России, прежде всего через Закавказье, с одной стороны через Каспий, или через Казахстан и Туркменистан, с другой стороны, дальше Иран, и уже при выходе на акваторию Индийского океана, в страны Индии, Пакистан, Арабский мир и страны Восточно-Восточной Африки. То есть мы в целом, честно говоря, когда это начиналось, то есть это началось в 2020 году, я начал проектом заниматься, я начал заниматься именно этим с 2021 года, мы вначале не верили, что это может работать. Но запустили несколько контрольных поездов, запустили суда, это действительно новое направление. Грузы и грузы есть, люди есть. И как раз вот это направление, оно более-менее психологически нам понятно. Почему я говорю примитивно к Казани? Опять же, вот с Русланом Наркалиевичем мы пришли к общему мнению, что Казань и Республика Туркменистан может стать хабом, таким неким центром консолидации грузов для всего Поволжья. Что там и Мордовия, Удмуртия, там Самара, да там даже более южно, там Саратов, Астраха, это все понятно. Но именно здесь у вас, в Республике, максимум индустриального промышленного производства, здесь максимум потребления. И так как, по сути, все окружающие регионы, к сожалению, еще менее дагестически приспособлены к новым реалиям, чем Татарстан, то сейчас есть уникальная возможность стать этим хабом. Волга – это отдельная ветка, которая, собственно, то, что мы сейчас пропагандируем, что это отдельное направление, ветка для такой некий боковой маршрут для транспортного коридора Север-Юг. Потому что классический Север-Юг – это железная дорога из Петербурга, Москвы, и дальше там до Астрахани. А мы говорим о том, что давайте соберем еще здесь грузы, с учетом того, что Волгу и речную логистику – это тоже отдельное направление, для нас и для вас. Волгу, сейчас начинают с ней работать, многоубительные работы проводятся, создается новый флот, и вот туда есть куда расти. И вы находитесь прямо в самом эпицентре, в самое время, в самом начале, даже вам можно немножко позавидовать. Большое спасибо, Андрей Владимирович. Ну, наверное, будем завершать на этом, да, хорошей ноте. Надеемся, что все обязательно получится, ну и в наших силах помочь друг другу и добиться успеха. Спасибо, Иван. Я желаю вам всем хорошего, хорошего, замечательного завершения обучения в стенах замечательного вуза. Еще раз, что я искренне считаю, что, наверное, казанский вуз – это из гражданских вузов, наверное, вуз номер один сейчас в стране, и по количеству обучаемых, и обучающихся, и в целом по качеству обучения. Желаю вам, те, кто не свяжут свою жизнь дальше с логистикой, найти замечательную работу и найти себя в жизни. Ну, а те, кто свяжут, я думаю, что мы еще с кем-то из вас, может быть, доживимся. Большое спасибо. Спасибо. У нас в гостях был Андрей Владимирович Северев. До встречи. Спасибо большое, Владимир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин